Вторжение теней Во время этого особого события на карте Королевства будут появляться захватчики, победить которых можно только сообща. Если все захватчики будут истреблены по истечению времени, все игроки Королевства получат положительный бонус. Если же охота не увенчается успехом, то все игроки получат отрицательный дебаф. В Гатсен Глори появляется Дипломатия. С помощью данной новой возможности ты сможешь обозначить другие Альянсы в качестве дружественных и вражеских. Это позволит тебе и твоим товарищам по Альянсу построить глубокие политические отношения со своими союзниками и оппонентами. Указы — это важнейшая часть правления любого Короля или Королевы. Твоя воля непреклонная и важнейшая для исполнения подданными, приносит тебе награды и позволяет более эффективно управлять своим Королевством. С текущим обновлением мы привносим в игру Альянсные и ВиАйПи-указы. Оба новых типа указов при исполнении дадут тебе улучшенные награды на основе их уровня. Чтобы издавать ВиАйПи-указы, у тебя должен быть активен ВиАйПи-статус, а для Альянсных ты должен состоять в Альянсе. И немного о балансе. Способность Минотавра была исправлена под отображение корректного наносимого урона по оппонентам. Навык будет наносить урон, равный 6% от каждого Минотавра в отряде, в отличие от 20% ранее, когда урон наносился только одним Минотавром, вне зависимости от числа юнитов в отряде. К прочим изменениям. Ты можешь восстанавливать цитадели союзников через вкладку Альянса. Улучшена навигация в кузнице. По нажатию на иконку Лупы ты можешь увидеть, где и как можно получить отсутствующий ресурс. Кнопка перехода к сундукам на глобальной карте теперь всегда активна, даже если тобой уже были использованы бесплатные отмычки. На этом все. Пиши в комментариях свои впечатления об обновлении, ставь лайк, делись видео и подписывайся на наш канал, чтобы оставаться в курсе изменений в мире Gods and Glory. Удачи в бою! Субтитры создавал DimaTorzok